Блокировать продажу нелегального табака на кассах магазинов начнут с 1 апреля 2024 года, а с 1 мая – просроченные молочные продукции. Это следует из проекта постановления правительства, пишет российская газета. Документ предусматривает поэтапное введение запретов продажи нелегальных и просроченных товаров по четырем группам – табачная продукция, молочная, упакованная вода и пиво. Все эти товары сейчас маркируются системой «Честный знак». Кроме просрочки, речь идет о незаконном обороте, отсутствии необходимой информации о товаре в системе или ее искажении, двойной продаже или попытках реализовать запрещенные товары. Новый механизм позволит автоматически пресечь саму возможность купить в магазине такие позиции, их просто не пробьет касса. В том числе это исключит человеческий фактор, например, когда провизор не успел проверить сроки годности на всей молочной продукции, размещенной на полке. При этом нововведение не потребует дополнительных затрат, нужно будет только обновить программное обеспечение, работающее с кассой. Хакаси стартовала неделя борьбы со СПИДом и информирование о венерических заболеваниях. Она продлится до 3 декабря. ВИЧ распространяется с катастрофической быстротой, геометрической прогрессией. Вирусом иммунодефицита страдают как асоциальные лица, так и те, кто заразился по причине собственной неосторожности. Большую часть заболевших составляет население до 50 лет, сообщает Минздрав Хакаси. Позвонив на всероссийскую горячую линию, жители республики смогут проконсультироваться по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, бесплатному и анонимному тестированию и другим вопросам. Звонки принимаются бесплатно и круглосуточно по номеру 8 800 555 49 43. Маткапитал проиндексируют на 7,5% с 1 февраля следующего года. Максимальное увеличение капитала ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались средствами. Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч. Семьи, сохранившие часть маткапитала, также вправе рассчитывать на индексацию, сообщает социальный фонд. Информация о сумме неизрасходованного капитала доступна на портале госуслуг. Отметим, с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, на второго – 833 тысячи.